активно-поведенческой терапии, которая вышла за рамки клиники, вышла за рамки исключительно медицинской модели или даже психологической модели и претендует теперь на модель, которая объединяет людей, объединяет специалистов различного профиля и становится поистине междисциплинарным подходом. И именно этому посвящена и наша сегодняшняя встреча, и большая работа, которая проделана всеми участниками направления когнитивно-поведенческого коучинга в нашей ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. И руководителем этого направления в ассоциации является Алексей Ёжиков, кому я с большим удовольствием сейчас передам слово. Но в первую очередь хотелось бы поблагодарить и всех участников процесса, и в том числе самого Алексея, за большую проделанную работу. Этот совместный труд целого ряда специалистов, и мне посчастливилось тоже принять активное участие в этом процессе, несмотря на мое врачебное образование, несмотря на работу на кафедре психотерапии, медицинской психологии и сексологии. Все это понемногу встречается и в коучинге, как вы хорошо знаете. Представлять и такой процесс тренерской работы, но коучинг – это гораздо больше, чем тренер, в концепции, в модели, в подходе, который мы относим к когнитивно-поведенческому направлению. Очень много металлогических материалов впереди. Мы готовим целый курс, и буквально на днях состоится семинар, вводный к этому курсу, на который мы, конечно, вас активно приглашаем принять в нем участие. Но часть этих материалов будет любезно предоставлена Алексеем уже сегодня. И мы хотели бы как раз этой встречей дать старт таким регулярным встречам, в том числе и профессиональной подготовке и переподготовке, где хотели бы изложить наше общее видение всей нашей ассоциации и такой инициативной группы, где мы хотели бы с Алексеем вместе как раз презентовать такую генеративную когнитивную модель. Школа БЭКов представила ее мировому экспертному сообществу в 2014 году. И с тех пор это стало фундаментом, основой и для работы когнитивных терапевтов, и для всего когнитивно-поведенческого направления в целом, и в том числе для коучингового направления. Но наверняка у вас уже появились в связи с этим и вопросы, и ожидания. Поэтому не буду брать на себя слишком много внимания и передам слово Алексею. Но буду, конечно, активно встревать в процесс, поскольку очень трудно наступить на горло собственной песни. Поэтому, конечно, буду с интересом и удовольствием поддерживать Алексея. И если будут какие-то вопросы, мы вместе потом с удовольствием на них ответим. Итак, слово Алексею для того, чтобы вести сегодняшний вечер во всех смыслах этого слова. Я благодарю за такую подводку и рекомендации, и упоминания, конечно же, о группе людей, кто активно включился в работу над темой когнитивно-поведенческого коучинга. Мы еще будем рассказывать об этой работе подробно. И сегодня то, что нам действительно хотелось сделать, это пригласить всех заинтересованных психологов, психотерапевтов и коучей, которые работают в когнитивно-поведенческом... Так, прошу прощения, да, я сейчас вот вижу, немножко отличился. Да, пригласить всех тех, кто работает в когнитивно-поведенческой парадигме и подходе к дальнейшему взаимодействию, в том числе к прохождению семинаров, если это интересно, к обучению и так далее. Но об этом мы еще поговорим. Дмитрий Викторович, насколько я понимаю, вы остаетесь с нами, не планируете покидать прекрасное собрание? Вдруг у вас там параллельно какое-нибудь... Если только какие-то форс-мажоры на уровне пандемии или обрубания интернета не произойдут, то я, конечно, всей душой с коллективом и с вами, Алексей. Прекрасно, да, потому что там будет у меня еще один к вам точно вопрос как к носителю сакрального знания от Института ВДК. Вот. Я к таковым не принадлежу. Я сам профессиональный бизнес-коуч, экзекутив-коуч. И психотерапия для меня – это материнская наука, наверное, можно так назвать, и материнская зона деятельности. Алексей, не скромничайте. Как раз перед началом я успел единственное, что сделать, написать короткое сообщение. Позже я могу даже PDF здесь закинуть в чат бюллетеня Академии когнитивной терапии, где есть фотография и Алексея Южкова. Поэтому не только Родина знает своих героев лицо, но теперь мировое сообщество тоже знает, понимает, любит и ценит. Поэтому передаю приветы от руководства Академии. Поэтому здесь можно, в общем, не скромничать среди своих. И часть документальных доказательств я сейчас переведу в формат JPEG и закину в чат. Спасибо. Так, тогда я сейчас начну демонстрацию экрана. Я надеюсь, что будет видно слайды. Коллеги, единственное, что когда я демонстрирую слайды, в чат мне не заглянуть. Поэтому, пожалуйста, напишите, видно ли слайды. Насколько я понимаю, должно быть. Да, все. Да, видно, видно. Спасибо. Я, соответственно, в чат заглядывать будет не очень удобно. Поэтому я предлагаю, Дмитрий Викторович, вам время от времени, если вы будете хотеть где-то подключиться, просто включайте микрофон. А коллеги, кто в аудитории, я с удовольствием с вами поговорю. Возможно, когда мы закончим основную часть, я рассчитываю занять где-то минут 40. Внимание. Дмитрий Викторович, да, вы хотели что-то сказать? Я просто сразу влез в разговор, чтобы было слышно, что я включаю микрофон. И здесь, и с вами, и с аудиторией. Прекрасно, сработал. Итак, сегодня наша тема, тема нашей беседы – это когнитивно-поведенческий коучинг. И мне хотелось поговорить о том, что такое вообще коучинг, что такое сегодняшняя когнитивно-поведенческая терапия, что меняется в последние годы. И здесь как раз я буду скорее обращаться к экспертизе Дмитрия Владимировича. И о том, как освоение коучинга может быть полезно и интересно действующим и обучающимся, психологам-консультантам, психотерапевтам и всем тем, кто интересуется когнитивно-поведенческой наукой в целом. Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, как мы видим в ассоциации системно-когнитивно-поведенческий коучинг, что это для нас такое. Мы поговорим о базовых принципах, сходствах и отличиях от традиционной когнитивно-поведенческой терапии и когнитивно-поведенческой терапии, ориентированной на восстановление. Для тех, кто впервые слышит, что это такое, я надеюсь, что таких в нашем сообществе уже становится все меньше, это новый подход относительно, который уже много лет на самом деле развивается в институте БЭКа, но который опубликован и, так сказать, популяризируется, начиная с конца 2020 года массово, после третьего переиздания труда Джудит БЭК, когнитивно-поведенческой терапии Basics and Beyond. Там описан, фактически половину книги занимает описание нового подхода к когнитивно-поведенческой терапии, точнее, когнитивная терапия, ориентированная на восстановление, recovery-oriented. И об этом мы тоже поговорим, куда нас это ведет и где здесь коучинг еще в этой истории. Я скажу пару слов о согласованных с когнитивно-поведенческим коучингом моделях и подходах, которые также можно использовать в дальнейшем развитии вашей терапевтической и конституционной практики. Мы немножко затронем вопрос того, какие инструменты, навыки и компетенции коучинга вы можете применять у себя в том случае, если вы будете их осваивать, опять же, повторюсь, в терапевтической и конституционной практике. И мы поговорим о дальнейших возможностях развития коучинговых компетенций и практике коуча, в том случае, если вы хотите и захотите добавить ее к тому, чем вы заняты. Очень коротко вначале скажу о том, что коучинг, конечно, очень давняя ветвь человеческого знания по меркам той же самой психологии и психотерапии, ей, точнее, она, естественно, моложе, чем психотерапия, ей где-то около 30-40 лет, но коучинг имеет свои корни в огромном количестве областей человеческого знания. И кроме таких классических, к которым можно относить развитие взрослых и теории, связанные с обучением и научением, и нейрофизиологии, опирается еще и на такие довольно странные вещи для нашего ученого и профессионального уха, как движение New Age и где-то даже на западные, прошу прощения, на восточные практики и на восточные философские течения. Но, как вы, возможно, могли слышать неоднократно и у нас в ассоциации, мы не так уж и далеко ушли и от учения Будды и от стоиков, поэтому коучинг здесь не является сильно отличающимся чем-то. И что еще немаловажно, коучинг опирается... Здесь картинка мелкая, и я не предлагаю вам в нее вчитываться, там просто очень много имен крупных, крупнейших психологов, включая и Аарна Бекк, и Альберта Эллиса, и вплоть до Зигмунда Фрейда, кто на кого влиял в развитии коучинга в мире, начиная с середины XX века, точнее, со второй половины XX века, когда коучинг только зарождался. И в общем и целом можно говорить о том, что коучинг, конечно, стоит как минимум одной ногой на плечах психологов, психиатров, психотерапевтов, могучих всех тех наших с вами великих предшественников, на работы которых мы опираемся. И, конечно же, когнитивно-поведенческий мир не миновал освоение коучинговой дисциплины, и Артур Фриман наш, глубоко уважаемый, к сожалению, ушедший от нас, активно занимался развитием этого направления. Уинди Драйден, который проводил замечательный совершенно семинар по терапии в одну сессию в прошлом году, это человек, который наполовину занимается терапией, на вторую половину занимается коучингом, правда, больше тяготея к рационально-мотивному подходу, но и когнитивно-поведенческий тоже используя достаточно широко. А Анна Дэвид – это одна из действительно таких больших величин в международном когнитивно-поведенческом коучинге, целая школа в Бухаресте, научная, множество публикаций, исследований и так далее. И еще несколько фамилий, начиная с нулевых годов, 2000-х, я имею в виду первые публикации когнитивно-поведенческие, я не буду врать, но, скорее всего, появились это ближе к концу 90-х, 2000-е годы ознаменовались публикациями этих коучей, и, конечно, это более заметные имена, а количество когнитивно-поведенческих коучей непрерывно растет. Но при этом мы можем говорить о том, что, конечно же, когнитивно-поведенческая психотерапия и психологическое консультирование в когнитивно-поведенческом подходе на сегодняшний день массово развиты, как-то неудивительно для меня, как для коуча, но гораздо шире, гораздо подробнее проработаны, чем поле когнитивно-поведенческого коучинга. По большому счету, из того, что я вижу сейчас по публикациям такой большой литературы, книг, чуть ли не усилиями Драйдена и сотоварищей британской школы мы начинаем получать все больше и больше каких-то материалов именно по когнитивно-поведенческому направлению. И, собственно, мне хочется выразить надежду, что мы все вместе, объединенными усилиями, сможем и российскую школу добавить к румынской и британской, возможно, где-то в чем-то и превзойти, потому что навыков и умений у нас хватает. И если говорить о самом коучинге, то чебурашка, как в том анекдоте, начнет издалека. И мне хочется начать с того, что коучинг где-то очень близок, и мы об этом еще поговорим немножко, к психологическому консультированию. Психологическое консультирование где-то довольно близко находится по отношению к психотерапии. Психотерапия находится где-то довольно близко к психиатрии, а психиатрия где-то довольно близко находится к медицине в целом и является ее ветвью. И все мы так или иначе ручейками наследуем принципы биомедицинской этики. И мы все, конечно, в своей работе, когда только начинаем изучать психотерапию, и в частности когнитивно-поведенческую, сами впитываем эти принципы. Мы стремимся в нашей работе не навредить нашим пациентам, клиентам. Мы стремимся следовать принципу парацельса и делать добро. То есть если мы видим, что какое-то вмешательство требуется, то мы следуем за этой необходимостью. Мы стремимся соблюдать врачебный долг и не отказывать в помощи тем, кто к нам обращается за помощью. Преследовать принципы справедливого распределения врачебной и медицинской помощи. И, наверное, одни из важных принципов, но которые по каким-то причинам в каком-то периоде развития медицинского дискурса забывались, это уважение прав и достоинства до некоторой степени и уважение целостности личности. И если мы будем говорить про то же уважение прав и достоинства, то, конечно, многие могут поспорить, но в психиатрии, особенно если мы вспомним советскую психиатрию, включая карательную, с этим было довольно сложно. И только 21 век ознаменовал такой широкий довольно поворот психотерапевтической помощи в этом направлении. Но вот эти медицинские истоки того, чем мы заняты, частенько могут нам мешать. И что для меня всегда было интересно, что с одной стороны мы хотим делать это все, мы хотим преследовать эти принципы, мы действительно специалисты помогающих профессий, мы стремимся изо всех сил быть теми, кто помогает нашим пациентам и клиентам. Но вместе с этим то, как устроено наше знание о наших пациентах и клиентах, то, как устроено наше мышление о них, то, как нас обучают принимать решения, иногда приводит к обратным результатам, чем те, которые закладываются в основы нашего этического отношения к тем, с кем мы работаем. И здесь я приведу достаточно простой пример. Мы не сказали об этом вначале, сам вебинар и будущие семинары и обучение предназначаются для тех, у кого есть некий хотя бы базовый опыт в когнитивно-поведенческой терапии, или вы хотя бы начали осваивать когнитивно-поведенческую терапию в формате базового курса ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Я не буду здесь использовать какие-то очень такие узкие термины или модели, но тем не менее я не смогу останавливаться подробно на каких-то моделях, предполагая, что аудитория в целом знает. Поэтому если я буду говорить о чем-то, что вам еще неизвестно, постарайтесь как-то воспринять так, как получится. Итак, это диаграмма, знакомая всем, наверное, когнитивно-поведенческим психотерапевтам. Когнитивная концептуализация по БЭКу, 93-й год, классическое издание, второе и первое учебника Джудит БЭК. И когда мы учимся работать с нашими клиентами, с нашими пациентами, мы непрерывно затачиваем свое внимание на то, чтобы находить в наших визави негативные сначала компенсаторные стратегии, находить проявление каких-то негативных автоматических мыслей, отыскивать снова либо дисфункциональные убеждения, либо дисфункциональные условные предположения, убеждения и правила, которые за этим стоят, находить, опять же, глубинные убеждения негативные. У нас есть триада БЭКа. И поэтому сама структура того, как устроены наши инструментарии в классической когнитивно-поведенческой психотерапии, при недостаточной осознанности и при недостаточной внимательности самого терапевта и при относительно небольшом количестве практики вначале, и с учетом того, как устроен вообще медицинский дискурс, приводят к тому, что мы начинаем быть очень сильно ориентированы на дисфункцию и на то, чтобы причинить нашим пациентам и клиентам добро, а не помочь им. Мы начинаем видеть болезнь и искать причины и глубоко вкапываться в дисфункциональные убеждения. И БЭКи этому не учили. И это не то, что от нас на самом деле требуют и основатели когнитивно-поведенческой терапии, подход как таковой, но это то, к чему мы привыкаем, если мы относимся к этому недостаточно осознанно. И в целом так получается, что... И, собственно, я зачем рассказываю об этом? За тем, что между представителями коучинговой, не знаю, как индустрии, сферы деятельности и терапевтической всегда было некое такое, знаете, недопонимание или внутреннее ощущение, что как будто мы какие-то вещи делаем немножко по-разному. И когда психотерапевты приходили в коучинг и работали рядом с коучами, коучи смотрели на это и говорили, друзья, почему-то вы как не беретесь заниматься коучингом, почему-то все равно получается психотерапия. И все пытались разобраться, с чем же это связано. И в целом есть подозрение, что вот этот фокус на поиск глубинного негативного убеждения, на уход в технику падающей стрелы и там скорейшую вот эту вот концептуализацию негативно глубинных убеждений, их реструктуризацию как раз и становится одной из частей, всего лишь одной, но тем не менее согласованной с большим количеством других убеждений, представлений и правил в отношении терапевта к своему клиенту, которые и становятся частью вот этой психотерапевтической культуры. Зачем я все вам это рассказываю? Затем, что по-видимому не только коучи это замечали, но и сами психотерапевты замечали это давно. И более того, довольно очевидно, что это начали замечать еще, Дмитрий Викторович меня поправит, наверное, в 40-е или 50-е годы 20-го века с появлением позитивной психологии, гуманистических направлений психологии, еще раньше, чем позитивной. И, собственно, в когнитивно-поведенческом подходе этот разворот, с моей точки зрения, не мог не наступить, потому что то, что произошло с точки зрения культуры, вот этой медикализации терапевтической культуры, это совершенно не то, еще раз повторю, чему Бекки учили. И если вы ходите на семинары крупнейших наших звезд, тех же Лихи и прочих, все они говорят о том, что мы не стремимся очень так сильно фокусироваться именно на дисфункции. Мне очень понравилось на семинаре Лихи по депрессии. Дмитрий Викторович, поправьте меня, пожалуйста. Он к нам приезжал и приезжал по депрессии. Он проводил семинар по тревоге в 2016 году и по терапии эмоциональных схем в 2019 году. Ага, вот. И он, значит, сказал на последнем вот этом семинаре насчет того, что сама депрессия, он ее описал как риск менеджмент. Он говорит, что смотрите, мы можем смотреть на депрессию не как на нарушение, не как на расстройство. Скорее всего, вебинар был, да. Вебинар, вебинар. Вебинар, посвященный депрессии. И мы несколько уже вебинаров провели вместе с Робертом, поэтому прошу прощения, что перебиваю, просто чтобы контекст был понятен для наших участников. Да-да-да, это вот был один из последних вебинаров, и он говорил о том, что он смотрит на депрессию как на такой немножко нарушенный риск менеджмент. И это совершенно такой естественный взгляд, позитивный на то, чтобы рассматривать то, что мы привыкли называть нарушением или дисфункцией, в более таком конструктивном смысле. Потому что, когда мы так смотрим на проблему или на состояние пациента, с этим проще что-то делать. И вот что сказали Бекки. Они не просто сказали, они много лет занимались исследованием этого подхода в условиях стационара, и потом они занимались исследованием этого подхода и разработка этого подхода с амбулаторными пациентами и клиентами. И теперь вышло третье издание и целая прям книжка и учебник, в котором они говорят, что если мы говорим о новом виде, не то что новый вид, а новом течении в когнитивной терапии, ориентированной на восстановление, то в ней терапевт должен меньше фокусироваться на тех когнициях, которые уже возникли в прошлом, когда-то, может быть, у нашего пациента. Или не на тех когнициях, которые возникли у него в прошлую неделю, перед тем, как у нас состоялась встреча, а больше на тех когнициях, которые могут возникнуть на следующей неделе и которые могут помешать пациенту совершать конкретные шаги для достижения конкретных целей пациента на следующей неделе, которые связаны с его ценностями или ее... и так далее. Об этом было очень хорошее интервью Джудита Бека доктору Алену Франсису. Я это интервью переводил. Есть ссылка на этот перевод у меня на Medium, видео можно найти на Facebook и, возможно, на сайте ассоциации перепощивали. В Telegram-чате я об этом скажу позже. Мы все эти ссылки тоже будем выкладывать. Это цитата из учебника Бека последнего. И этот разворот говорит о том, что... И вообще весь этот учебник и разворот когнитивной терапии ориентированного восстановления говорит об опоре на адаптивные убеждения. И это то, что меняется. Это когда терапевт или психолог-консультант в своей работе начинает опираться не на симптомы проблемы, а на то, в какое желаемое состояние пациент или клиент хотел бы прийти на следующую неделю. Или какую неделю он хотел бы или она хотела бы прожить. И для того, чтобы помочь клиенту это сделать, терапевт учится еще подробнее, чем раньше. Это было все и в традиционной когнитивно-поведенческой терапии. Составлять, помогать, точнее, пациенту составлять план действий, которому этот пациент, клиент может следовать. И в движении по этому плану пациенту, клиенту помогают адаптивные убеждения, предположения, правила установки и паттерны поведения, которые точно так же терапевту помогают концептуализировать, помогают осознать, сформулировать и так далее. Вплоть до того, что поиск адаптивных глубинных убеждений, точнее, их проращивание и выяснение становится одной из важных задач в новом формате терапии CTR. И когда мы смотрим на этот разворот, мы понимаем, что по большому счету принципиально ничего не изменилось, потому что у нас сохраняется ровно та же когнитивная модель, которая была раньше. То есть о том, что мозг человека, и не только мозг, а мы все, embodied self, являемся системой, которая перерабатывает и сохраняет информацию о окружающем мире, о внутреннем мире и о том опыте, который мы получаем. И эта когнитивная модель, она одна и та же. Это та же модель, которая была в традиционной когнитивно-поединческой терапии, и та же, которая используется в схемотерапии. Эта же ровно когнитивная модель сохраняется в когнитивной терапии, ориентированная на восстановление, только там чуть больше фокуса внимания терапевта и психолога-консультанта начинают быть направленными на адаптивные убеждения всех трех уровней. И у нас эти три уровня в когнитивной модели ровно так же таким же образом сохраняются. И на этой же когнитивной модели, на нее же опирается и когнитивно-поведенческий коучинг, о котором мы сейчас поговорим. И инструментарий, которым пользуются помогающие специалисты и в модальности традиционной когнитивно-поведенческой терапии, и в модальности CTR, и в модальности когнитивно-поведенческого коучинга, вот этот инструментарий, он тоже оказывается общим. И вот это очень важная вещь, которую я предлагаю вам на данный момент запомнить. Поговорим о коучинге теперь. Что же такое и в чем отличие по отношению к терапии традиционной и терапии ориентированного восстановления? Ну, собственно, как мы понимаем из определения терапии вообще, терапия – это то, что предназначено для помощи людям с расстройствами. То есть человек был в неком благополучном состоянии, по терминологии Всемирной организации здравоохранения. Что-то произошло, у нас есть классификаторы симптомов, что там с человеком могло произойти, у нас есть нозология. Если у человека диагностируется то или иное расстройство или какая-то симптоматика, то мы можем понять, что же случилось, и попытаться помочь человеку выйти из этого состояния, условно расстроенного, вернуться в состояние нормы. И это то, что делает психотерапия и частично психологическое консультирование. Коучинг когнитивно-поведенческий в том определении, которое мы даем в ассоциации сейчас, это другая история. И здесь мы тоже даем разворот. Мы говорим о том, что коучинг – это такой вид коммуникативной деятельности, в которой сам человек, мы его называем актором, в отличие от пациента или клиента, то есть актор, это подчеркивает, что сам человек, который приходит к вам, вы, допустим, ведете коучинговую практику, и к вам приходит человек и говорит, я бы хотел пройти у вас коуч-сессию. Сам этот человек является актором. Он сам или она сама является тем, кто будет производить изменения над собой. И это отличие не различает каким-то образом самих людей, пациентов, клиентов и акторов. Это отличие, которое нужно нам в головах, наших помогающих специалистов, нас как помогающих специалистов для того, чтобы отдать человеку, который пришел к нам и сел в зуме напротив нас или на соседний стул, отдать этому человеку полную ответственность за свои изменения. Это то, что предполагается в коучинге. Этот человек находится в неком более-менее благополучном жизненном состоянии. Это имеется в виду, что у него не диагностируется расстройство, потому что с этим нужно обращаться к психологу-консультанту, или к психотерапевту, или к психиатру. Естественно, у человека могут быть какие-то сложные эмоциональные состояния в данный момент времени, но они должны быть либо недавно появившимися, либо относительно невысокой интенсивности, и они должны относиться к какой-то одной сфере жизни. Либо человек приходит с некой задачей, с некой потребностью в значимых позитивных изменениях. Он хочет изменить свое сегодняшнее состояние на какое-то более качественное состояние. Например, я работаю в такой-то компании, и мне уже здесь скучно и неинтересно, и я думаю о том, чтобы сменить место работы, но опасаюсь сегодня, что я потеряю стабильный доход, хотя здесь мне уже совсем стало скучно работать, и не знаю, как принять это решение. Человек находится в неком состоянии, которое… Здесь слово «благополучное» – оно такое, двойственное. То есть понятно, что человек субъективно может его воспринимать как неблагополучное, но все-таки в данном случае у человека нет тревожного, депрессивного расстройства или чего-то еще подобного. И этот человек хочет сменить свое сегодняшнее состояние на другое, которое имеет для этого конкретного человека, для этого актора, значимые позитивные различия с первым. То есть когда человек хочет сменить работу, он не хочет менять шило на мыло, санки на коньки. Он или она хочет действительно значимой разницы, и эта значимость индивидуальна и уникальна для этого человека. И мы с вами, как помогающие специалисты, когда человек просто зашел к нам в кабинет, не знаем, в чем конкретно эта значимость заключается. И вот наш с вами актор, тот человек, которому мы помогаем как специалисты, стремится сменить свое состояние на более качественное, на более позитивное за счет целенаправленной совместной рефлексии над собой и своей ситуацией и постепенно в изменении своего поведения. Как и терапия, коучинг бывает также и групповой, а не только индивидуальный, и поэтому это определение объединяет все эти варианты, все эти подходы. То есть две ключевых вещи, о которых мы говорим здесь. Ну их больше, да, как я обращал внимание, но есть несколько ключевых. Первое, что в этом определении наше уважение прав и автономности актора, того человека, который пришел к нам за коуч-сессией, возводится буквально в абсолют. Ни одно из проявлений поведенческих с точки зрения убеждения не рассматривается в коучинге как дисфункциональное или дезадаптивное, даже если оно могло бы нам таким показаться со стороны. Я снова, естественно, делаю черно-белое обобщение для того, чтобы просто усилить эту разницу. Сейчас чуть позже мы об этом поговорим. И, как всегда, все черно-белые обобщения имеют свои границы применимости, но оно нам сейчас нужно для риторической цели, так или иначе. И, да, то есть первое, это то, что мы отдаем вот такую ответственность человеку, и мы не рассматриваем, и не судим, и не осуждаем, и мы не знаем, как человеку будет лучше. Мы никогда не можем знать, каким путем человек может прийти к смене своего состояния и так далее. Но мы помогаем человеку отрефлексировать свои желания, мы помогаем человеку разобраться, действительно ли он этого хочет, действительно ли это соответствует ее долгосрочным целям, и каким образом человек может активировать свои ресурсы, свой потенциал, свои социальные связи, как он может, на какие убеждения он или она внутри себя может опереться, какие наработанные паттерны поведения использовать, какой жизненный опыт использовать для того, чтобы прийти в то состояние, которого этот человек хочет. Итого, если попытаться все это обобщить такими очень простыми словами, мы помогаем актору не в том, чтобы достигать цели, но в том, чтобы стать тем человеком, который в итоге достигнет цели, которую актор хотел или хотел или предполагал. И здесь снова, если мы возвращаемся к этой картинке, то нам кажется, что между коучингом и двумя модальностями когнитивно-поведенческих терапий есть какие-то границы. Здесь даже три такие коробочки, три бокса изображены, что есть КПТ, СТР и когнитивно-поведенческий коучинг. И, конечно, никаких границ нет. Мы, естественно, в более подробной беседе будем говорить о неких признаках. И я о некоторых из них скользко упомянул, что когнитивно-поведенческий коучинг не работает с людьми, у которых диагностируется расстройство, и мы не работаем с ними. О том, что некоторые запросы наводят нас на подозрение о том, что этому человеку скорее нужна модальность психологического консультирования, а не коучинга. Например, если это эмоциональная проблема, существует дольше двух-трех месяцев, или если она присутствует в двух и более сферах жизни. Но, тем не менее, жестких границ между этими тремя модальностями нет и быть не может. Это очень важно, и мы достаточно подробно исследовали этот момент. Но при этом сегодня мы говорим о когнитивно-поведенческом коучинге и о том, зачем он психотерапевтам и психологам. И у нас на это есть немножко неожиданный, возможно, ответ. И этот ответ лежит не в той плоскости, которую, возможно, вы могли бы ожидать. И для того, чтобы ответить, мы обращаемся к теории режимов, которая также входит в дженерик когнитив модул БЭКа, и которая описывает поведение наших с вами пациентов, клиентов и акторов. Но предлагаем применить эту теорию к самим себе, как к помогающим терапевтам, психологам, консультантам и коучам. О чем я говорю? О том, что, помните, в самом начале я говорил о медицинской этике и о том, как раньше в психиатрии, потом в какой-то момент в психотерапии у нас возникал и усилился вот этот медикалистский дискурс о том, что если у нас есть пациент, то в этом пациенте что-то сломалось, надо в нем поковыряться, найти, что сломалось, это поправить, и потом дать, чтобы там все заросло. И мы пришьем ему новые ножки, и он побежит по дорожке. Вот этот дискурс – это культурное явление, но внутри каждого конкретного помогающего специалиста возникают свои совершенно естественно разнообразные режимы. Психотерапевты и психологи-консультанты очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому я ни в коей мере не обобщаю, что мы все такие вот докторы-айболиты. Это говорит о том, что внутри каждого помогающего специалиста возникает свой уникальный набор убеждений о самих себе как терапевтах, убеждений о терапии, убеждений о природе симптомов, дисфункциональности, функциональности и болезней, убеждений о пациентах, убеждений о взаимоотношениях терапевта и пациента, неких схем внутренних и аффективных компонентов, поведения, как я отношусь к пациенту, который ко мне приходит, как я отношусь к тому, когда у меня что-то получается, как я отношусь к тому, когда у меня что-то не получается в работе и так далее. И внутри каждого специалиста это существует как такая сложная интегрированная структура, которая помогает нам работать и вести нашу практику. И когда мы сейчас будем помогать вам осваивать когнитивно-поведенческий коучинг, мы будем двумя вещами, на две вещи обращать очень подробное и буквально пристальное, сфокусированное внимание, в том числе и в непосредственной практике. Мы будем говорить о том, что у специалиста свой уникальный режим, и вот этих двух режимов, которые изображены на слайдах, их в чистом виде не существует. Но это две таких очень-очень ярких, специально разделенных полярности. Давайте представим себе двух абстрактных, помогающих специалистов. Это совершенно собирательный образ. Один – это такой, знаете, очень механистичный, значит, несуществующий, к счастью, конечно же, помогающий специалист, традиционный когнитивно-поведенческий терапевт, который такой циник, он может быть бывший психиатр или имеет медицинское образование. Для него человек – это, значит, вот есть такая какая-то механическая система, в котором есть некая механическая система убеждений, и там где-то что-то сломалось, надо найти, что сломалось, убрать, вместо этого поставить новое, и так вот инженерно выстроить человека заново. И чем быстрее, точнее он или она это может сделать, тем лучше. Мы описываем такого специалиста, как специалиста, действующего в режиме обусловленного дисфункцией. И это модельный, но яркий пример. Есть второй специалист, который ровно в такой же ситуации действует полностью в недирективном стиле, в режиме, который мы называем режим, ориентированном на позитивные изменения. Это означает, что такой специалист заведомо предполагает, что он или она не знает, как будет хорошо нашему клиенту, актору, пациенту, не знает причин, не собирается исследовать специально, пока клиент не готов его или ее негативные глубинные убеждения, но при этом стремится помогать этому клиенту максимально наполненно прожить ближайшую неделю. И выстроить с помощью той же самой когнитивно-поведенческой модели инструментария, которую у этого специалиста есть, наиболее насыщенную, наполненную, соответствующую ценностям жизнь. И так действует неделя за неделей. Эти две модельных ситуации не существуют в реальности, но при этом и один режим, и другой режим не являются ни плохими, ни хорошими. И у первого режима, и у второго режима есть границы применимости. И первый режим, и второй режим имеет смысл применять в определенных ситуациях с определенными клиентами. И это говорит о том, что каждому помогающему специалисту полезно понимать, в каком режиме я сейчас нахожусь, и какой режим сейчас является наиболее эффективным для проведения взаимодействия, работая с моим пациентом и клиентом. И может возникнуть такая идея, что традиционная когнитивно-поведенческая терапия работает только в режиме, ориентированном на дисфункцию, а когнитивно-поведенческий коучинг работает только в режиме, ориентированном на позитивные изменения. И CTR тоже. И на самом деле нет, конечно же, это совершенно не так. И в традиционной когнитивно-поведенческой терапии специалисты задействуют оба режима, и в других двух модальностях специалисты тоже задействуют оба режима. Но есть некий такой более-менее традиционный баланс. То есть традиционная когнитивно-поведенческая терапия больше тяготеет к режиму, ориентированному на дисфункцию, по причинам, о которых мы немножко поговорили. Когнитивная терапия, ориентированная на восстановление и когнитивно-поведенческий коучинг чуть больше тяготеют к режиму, ориентированному на позитивные изменения. И между этими режимами есть определенная разница. И если мы их пытаемся ярко, полярно выделить, то мы начинаем осваивать лучшее качество внимания в этих режимах, нас как помогающих специалистов, и навыки переключений. Здесь я привел несколько характеристик, по которым эти режимы могут отличаться друг от друга. В частности, на что обращает внимание сам помогающий специалист на дисфункцию или на будущее позитивное состояние. Как коучинговые федерации все время говорят, что психотерапия нацелена в прошлое, а коучинг – в будущее. Конечно, это абсолютно не так. И традиционная когнитивно-поведенческая терапия тоже, естественно, занята желаемым будущим нормальным здоровым состоянием пациента. Но, тем не менее, говорить о том, что фокус внимания направлен на дисфункцию, дезадаптивную стратегию, скорее всего, действительно так. Мы по-разному трактуем глубинные убеждения. Самое важное, что фокус вмешательствует, фокус не только фокус внимания, но и фокус того, где стремится провести интервенцию терапевта или коуч, точнее, человек, который работает в двух разных режимах, вот эти истории тоже меняются. Терапевта поучитая, неверно сказал, прошу прощения. Отличаются принципы концептуализации. И об этом мы очень подробно будем не только говорить, но и работать в нашем последующем обучении. Потому что структура процесса концептуализации, еще раз напомню, что концептуализация – это не диаграмма, это процесс, который происходит с первой до последней сессии во всех трех модальностях агентивно-поведенческих. Но, тем не менее, сам процесс концептуализации, в том числе, как это происходит от сессии к сессии, на что смотрит специалист, помогающий и так далее, ряд отличий там есть. И совершенно точно есть степень директивности разная. И если режим ориентированной дисфункции является более директивным, потому что все равно мы ставим диагноз, мы считаем, что мы лучше знаем и понимаем, что происходит с состоянием пациента, то в режиме ориентированном позитивные изменения мы принципиально ставим себя в совершенную позицию. Мы принципиально ставим себя в ситуацию полного незнания и непонимание того, что будет лучше для нашего актора, и помогаем человеку самостоятельно это определить. И это то, что очень сильно отличается внутри, это то, чему нужно учиться. Это может быть освоено как навык. Когда мы работаем над исследованием этих двух режимов, и когда мы работаем и в когнитивно-поведенческом коучинге, и в других модальностях когнитивно-поведенческих, мы опираемся, безусловно, на generic когнитив модел Бека, которая была описана в статье 2014 года, и она, по-моему, до сих пор еще не переведена на русский язык, и нам всем пора бы уже это сделать. Это, собственно, подтверждение того, что мы опираемся на единый, такой базовый теоретический фундамент. Дмитрий, ты что-то хотели добавить в этот момент? Мы обязательно переведем. Это вопрос буквально нескольких месяцев. Да, спасибо большое. В коучинге, в отличие от классической терапии, где это почему-то не очень принято, и я не знаю, я просто не специалист в терапии, поэтому не могу действительно сказать, насколько это не принято, и в целом не имею здесь высоких компетенций, но я знаю, что в коучинге это начинает применяться все активнее. Транстеоретическая модель изменений про Хаски и сотоварищей, в частности, Норкас и Деклементы, возможно, кто-то знаком, книга «Психология позитивных изменений», публикации классические. Эта модель очень хорошо согласуется с когнитивно-поведенческой моделью, с когнитивно-поведенческим коучингом, в частности. Могут применяться и осваиваться инструменты и подходы, в том числе этапность изменений из мотивационного консультирования, и в целом там тоже мы противоречия не находим. Плюс, если вы сегодня здесь представляете модальности терапии принятия ответственности или ориентированной на результат краткосрочной терапии, то мы тоже явно у нас есть синергия, потому что когнитивно-поведенческий коучинг в этом смысле очень похож на то, что в этих модальностях делается и происходит. Я хотел как раз еще минут пять и вопросы, я думаю, что мы сможем пообсуждать. В чем выгода от того, что вы сможете освоить когнитивно-поведенческий коучинг и в частности, я еще раз хочу подчеркнуть, что кроме того, что мы будем осваивать не только и не столько коучинг как таковой, сколько, во-первых, режим, ориентированный на позитивные изменения, а во-вторых, разбираться с общей когнитивной моделью и с единой концептуализацией когнитивно-поведенческой. В чем ценность для действующих терапевтов и психологов-консультантов? Во-первых, вам будет гораздо легче в будущем осваивать CTR, то есть когнитивную терапию, ориентированную на восстановление. Я думаю, что эта история не за горами. И здесь, Дмитрий Викторович, вопрос к вам. Как вы думаете, когда в Россию придут уже авторизованные образовательные истории на эту тему? Может быть, хотя бы через сколько лет? Сама книжка мы ожидаем в конце года, мы ее выпустим на русском языке, относительно семинаров уже обучающих. Это будет вопрос, мы очень надеемся, что границы откроются, и мы сможем напрямую спросить Алина Миллера, который приедет к нам в мае с семинарами. Алин Миллер – директор обучающих программ Института БЭКа, один из самых опытнейших организаторов, и поэтому в прошлый год мы хотели начать форум с такого образовательного курса, базового курса Института Элиса. Мы обязательно это сделаем, когда пандемия пройдет, и мы сможем пригласить наших замечательных коллег и друзей. Этот год мы хотим открыть такими двумя ударными семинарами по важной теме, которая нас всех волнует, ситуация, связанная и с острым, и с хроническим стрессом, и с болью, которую во всех смыслах и контекстах нам пришлось пережить в период пандемии. Мы хотим показать этим стартом как раз тесное сотрудничество с Институтом БЭКа, и то, что мы будем развивать это сотрудничество, несомненно, независимо уже от десанта инопланетян, если он случится, прилетов, астероидов каких-то. То есть эти программы обязательно будут. Ну и, естественно, мы здесь будем отталкиваться от запроса, и я думаю, что запрос на CTR-программы будут такими очень актуальными, достаточно большие группы заинтересованных лиц уже есть, и мы запустим в ближайшее время, как только позволит эпидобстановка и в целом контекст разрешения на какие-то крупномасштабные международные мероприятия. Поэтому тут можно быть уверенным, что это все обязательно случится. Отлично. Ну вот, собственно, пока весь этот процесс происходит, и перевода, и открытие границ, и, ну, собственно, налаживание всех этих линий, освоение коучинговой модальности и, в частности, работать с этими режимами действительно, по сути, послужит вам такой промежуточной ступенькой, очень качественной для того, чтобы легче в будущем войти в новую когнитивно-поведенческую терапию. Во-вторых, это сразу вам поможет улучшить качество вашей терапевтической практики, потому что вы начнете гораздо лучше видеть, в какие моменты, насколько директивную или недирективную позицию вы занимаете, насколько вы следуете за дисфункцией, насколько за желаниями или интересами пациента. И, безусловно, я не говорю, еще раз я подчеркиваю, это очень важно, я, конечно же, не говорю о том, что это может привнести в вашу практику что-то, чего вы раньше никогда не делали. Это, конечно, совершенно не так. Каждый специалист находится где-то в некой смеси, используя два этих режима. Но осознанности по отношению к тому, какой режим сейчас используется частенько нет. И поэтому способов находить баланс в своей практике у терапевтов, у кого нет вот этой осознанности, довольно мало. Поэтому чем больше вы становитесь осознанными по отношению к своей собственной деятельности, к тому, как именно вы работаете с пациентами, клиентами, как именно вы к ним относитесь, как именно вы следуете за их интересом и как именно вы относитесь к их состоянию, вот чем этой осознанности больше, тем ваша практика будет эффективнее и четче. Вы освоите некоторое количество новых инструментов. Их, еще раз повторюсь, немного, потому что они в основном схожие, смежные, одинаковые. И мы в коучинге используем примерно то же, что используется в терапии, если мы говорим про когнитивно-поеденческий коучинг. Но часть инструментов точно вам пригодится. Это и базовый цикл коучинга, это и открытые вопросы, это и некоторые специфические коучинговые инструменты, типа, ну, пример всем известного колеса баланса, но кроме него еще кое-чем поделимся. Вы сможете использовать их и в терапии, например, ближе к завершению серии сессий, ближе к завершению контракта терапевтического. И вы освоите целый ряд навыков и компетенций, которые, может быть, вам в перспективе полезны. К этим навыкам и компетенциям относятся, как минимум, следующее. Это осознанность по отношению к тому, в каком режиме я сейчас нахожусь, и умение переключаться между режимами, в зависимости от необходимости, от потребности в конкретной практике с конкретным клиентом. Это развитие навыков присутствия активного слушания. Безусловно, у терапевтов они точно так же есть, и вы их непрерывно развиваете. И это послужит вам хорошим таким подспорьем в этом. Это отдельный навык, который, опять же, насколько я вижу, массово не развивает, по крайней мере, в терапевтической среде. Это постановка сильных открытых вопросов. Это имеет малое отношение к сократическому диалогу. Если почитать диалоги, собственно, из которых мы берем, из древнегреческой литературы, как Сократ эти диалоги проводил, видно, что он в основном говорит и подводит к коротким ответам собеседника, в то время как коучинговые вопросы, наоборот, короткие и в основном беседует и размышляет по-прежнему актор. Это не говорит, опять же, о том, что открытые вопросы не используются в терапии. Конечно, вы их активно используете. Но освоение коучинговой практики позволит вам хорошо усилить эту компетенцию. Это стимулирование сознания, и это будет вам действительно полезно. Когда вы учитесь следовать за интересом актора, это помогает очень усилить навыки помощи человеку в том, чтобы он или она самостоятельно видели свои убеждения и могли сопоставлять их ценности, цену, которую они платят за то, что эти убеждения или эти паттерны поведения актуализируются. И вот это стимулирование сознания, это, с моей точки зрения, такая достаточно важная компетенция, которая действительно может быть вам полезна как усиление в терапевтической практике. И блок компетенции, проектирование действий, планирование и постановка целей – это то, что будет крайне востребовано при освоении CTR, как помогать эффективно, быстро, не задействуя на это большое количество времени в сессии, актору или клиенту или пациенту планировать будущую неделю. Причем так, что это не вы даете ему домашнее задание, которое вы придумали, а человек разрабатывает для себя свой собственный план действий, имея большую мотивацию, больше интерес к выполнению этих действий, следует ему и делает, соответственно, промежуток между сессиями более эффективным с точки зрения решения вашей терапевтической задачи. Все это мало того, что мы поможем вам развить, эти навыки и компетенции также еще согласованы и с коучинговым моделем компетенции, как минимум трех ассоциаций, ICF, Ассоциации русскоязычных коучей и Национальной Федерации профессиональных менторов и коучей. То есть, если вы будете с нами вместе проходить этот путь, то вы наработаете те компетенции, которые требуются по стандартам Международной Федерации. И, кроме того, мы, конечно, будем их согласовывать и с моделью компетенции когнитивно-поведенческих терапевтов Института БЭКа. Последнее, наверное, на чем я хотел остановиться, все-таки я хотел на пять минут раньше закончить, но не вышло, бывает такое, материала было довольно много, это почему коучинг может быть вам так же интересен как дополнительный отдельный вид деятельности. То есть, до этого мы поговорили о том, как освоение режима, ориентированного на позитивные изменения и неких коучинговых навыков и компетенций может вам пригодиться в вашей основной деятельности, терапевтов или психологов-консультантов. Если вы еще открываете коучинговую практику, как, например, сделал профессор Уинди Драйден, великолепный, или множество других когнитивно-поведенческих терапевтов, в чем это может быть вам полезно? Во-первых, вы сможете получать дополнительный доход на существующей клиентской базе. То есть, ваш пациент, вы с ним, или клиент, вы с ним или с ней поработали эффективно, клиент вышел из штопора, из пике, вернулся в нормальное здоровое благополучное состояние, сказал вам спасибо, доктор, закрыл дверь и больше к вам никогда не возвращался. Вы здорово поработали, да, вы помогли, помогли, вы получили удовлетворение, да, но на этом этот клиент для вас не то, что потерян, но он пошел дальше радостно жить свою жизнь. Но даже будучи в благополучном здоровом состоянии, человек все равно сталкивается со сложностями, вызовами, трудностями, когда ему могут быть полезны ваши беседы с вами и рефлексия своих собственных изменений с вами вместе. И в этот момент, когда человек уходит от вас, вы можете сказать, уважаемая Серафима, я очень рада, что вы теперь чувствуете себя великолепно, желаю вам прекрасно жить и здравствуйте, но в том случае, если у вас будут возникать уже не расстройства, да, или не та симптоматика, от которой мы с вами избавились, а задачи, которые вам нужно будет решать в коучинговой манере, пожалуйста, приходите, потому что у нас с вами уже выстроены терапевтические отношения или коучинговый альянс. Как вы знаете из исследований, это 30-40% эффективности и терапии коучинга. Второй момент, что это может быть для вас выходом вообще в новый рынок для услуг для частных лиц, то есть вы можете тогда предлагать не только психотерапию или психологическое консультирование, но и предлагать коучинг как услугу отдельно для тех, у кого есть спрос конкретно на коучинг. В целом нельзя сказать, что это сегодня в России огромный рынок, но он непрерывно растет, и это тоже факт. Кроме того, у вас возникает перспектива, опять же, не прямо сейчас, потому что рынок еще тоже в фазе роста, но в перспективе, да, это перспектива трудоустройства в бизнес и работы с организациями. То есть если сегодня существует только ставка организационного психолога или бизнес-психолога, их не так много, то количество коучей, в которых нуждается бизнес, понемногу растет, интерес к этому растет, компании тоже становятся к этому готовы, компании HR и HR-директора все больше понимают разницу между психологическим консультированием, тренерством и коучингом, и действительно HR и в крупном и в среднем бизнесе уже понимают это довольно хорошо. И вы, имея психотерапевтический бэкграунд и имея коучинговую подготовку, будете иметь серьезные преимущества, поверьте моему опыту как бизнес-коуч, вы будете иметь серьезные преимущества, в том числе и с точки зрения продажи, перед теми коучами, которые не имеют психотерапевтической подготовки. Вот это очень важный момент. Поскольку порог входа на рынок коучинга достаточно низкий, и у нас еще нет профстандарта, вот он только сейчас обсуждается и, возможно, я надеюсь, будет принят, коучинг может себя назвать практически кто угодно. Ассоциации, естественно, стремятся эту ситуацию менять, и очень много чего в рынке произошло с точки зрения его упорядочивания. Но тем не менее, если человек имеет психотерапевтический бэкграунд и при этом может продемонстрировать, что он или она делает именно коучинг, а не психотерапию, то это действительно является значимым преимуществом. И, наконец, в той же самой перспективе, когда будет принят стандарт, профессиональный стандарт коуча, в этот же момент, пока этого еще нет, коучингу начнут обучать в университетах и в других образовательных учреждениях. Сегодня этого пока еще делать нельзя, потому что коучинг не существует как профессии официальной в России. Как только это произойдет, в образовательных структурах появится, вероятно, необходимость, интерес и обучать коучингу в том числе. И это означает, что образовательным учреждениям потребуются специалисты, которые на это делать. И если вы, например, уже преподаете в каком-то образовательном учреждении, то в перспективе вы можете добавить еще и эту ставку или эту часть занятости к своей деятельности. В общем, перспективы, с моей точки зрения, есть и они интересны. На этом я закончу основную часть. Прошу прощения, что задержал от часа, но я еще никуда не убегаю, готов с вами поговорить, поотвечать на вопросы для тех, кто еще с нами. У нас еще ведется запись, возможно, ее будут распространять среди тех, кто был у нас на встрече. Я не знаю пока. Но напоследок, о чем я хочу сказать, что, во-первых, по коучингу, по когнитивно-поведенческому коучингу на русском языке литературы сейчас нет, к сожалению. Или к счастью, потому что мы, в общем, планируем и занимаемся ее разработкой. Но есть целый ряд, в общем, хорошей литературы уже изданной на английском языке. Поэтому, во-первых, конечно же, читайте, если вы разумеете английскую мову, то читайте Джудит Бек, пока она еще в оригинале. Также пару-тройку книг я там привел по когнитивно-поведенческому коучингу. И на русском языке можно почитать просто книжки про коучингу. Вот эти две, которые я указал, Майлс Дауни и Джон Уитмор, они про бизнес-коучинг, не про лайф-коучинг, то есть не про коучинг для совсем частных лиц обычной жизненной ситуации. Но те модели, которые вы там сможете прочитать, подчеркнуть, они согласуются с, ну, как минимум, не сильно противоречат когнитивно-поведенческому подходу. Поэтому вам это может быть полезно. Ответ на вопрос, а что делать дальше, вот что я вам могу посоветовать. Во-первых, у нас есть Телеграм-чат, и в нем я вижу 72 участника, и даже 25 прямо сейчас в сети находятся, видимо, из тех, кто у нас здесь есть в онлайне. Вы можете в этот, сейчас те, кто нас слушает, можете также в этот Телеграм-чат добавиться, и там задавать всякие вопросы, которые у вас, возможно, останутся сегодня без ответа, если я на какие-то не успею ответить. Это первое. Второе. Мы делаем первый вводный, как сказал уже Дмитрий Викторович, семинар, двухдневный, 27-28 февраля, уже через неделю, суббота-воскресенье, на котором мы будем более подробно обсуждать те вопросы, о которых мы сегодня говорили, более подробно не только поговорим о концептуализации режимах и инструментах коучинга, но половину времени всего мы будем заниматься практикой. И в этой практике мы будем исследовать, каким образом мы находимся в режимах разных, как мы переключаемся между ними и так далее и тому подобное. Если по каким-то причинам вы не попадаете на семинар, а я думаю, что это может произойти просто в единичных случаях, даже если вы уезжаете в другую страну, вы можете попасть на семинар, потому что он будет проходить в онлайн, то подписывайтесь на все каналы Ассоциации когнитивно-поединенческой психотерапии в Инстаграме, в Фейсбуке, во Вконтакте. Мы публикуем анонсы и уведомления о будущих образовательных инициативах и мероприятиях. И подписывайтесь индивидуально на меня. Я везде вот собачка ежиков, я в Инстаграме, в Фейсбуке. И внезапно, если кто-то уже примкнул к этой модной социальной сети, в Clubhouse, я уже неделю зависаю и там провожу открытые коуч-сессии, где можно просто прийти и посмотреть, послушать, как вообще выглядит коучинг, и отличается ли он чем-то от психотерапии, если смотреть на это со стороны. Чуть подробнее об этом проекте вот у меня на сайте ежиков.pro, если вдруг будет интересно, присоединяйтесь. Но я думаю, что семинар это хорошая следующая ступенька для того, чтобы определиться, нужен ли вам такой уже длительное обучение и вход в коучинг, как в профессию, что мы тоже планируем вам предоставить как возможность. Дмитрий Викторович, что еще вы хотели бы сказать из таких основных вещей в основной части марлезонского балета? Здесь много вопросов в чате, каждый из них, конечно, требует более подробного ответа, люди беспокоятся, есть ли какая-то специфика у когнитивно-поведенческого коучинга, чем он отличается от коучинга в целом. Это важный вопрос, и как раз на него мы хотели обратить внимание и сегодняшней встречи, и для этого у нас будет целый развернутый курс, но волнения также идут по поводу курса, будет ли там практическая часть и, собственно, как к нему подготовиться. Это как к осознанности, к принятию, как принимать себя три раза в день после обеда, надо ли как-то специально подготовиться, принимайте как есть. Здесь желательно, конечно, чтобы у вас были знания в этом направлении, может быть, даже навыки, но мы постараемся и в анонсах это освещено, и в ходе первого же семинара показать и инструментарии, и отличия. Они, безусловно, есть, иначе бы не было смысла плодить сущности без необходимости и вводить названия, за которыми ничего не стоит. Я здесь единственное, да, Дмитрий Викторович, хотел сказать о том, что для того, чтобы участвовать в семинаре и потом в курсе, вам не нужны навыки, знания и опыт в коучинге, но вам нужны базовые знания в когнитивно-поведенческой терапии. То есть мы про этот семинар ближайший говорили о том, что мы ждем на нем как раз терапевтов или консультантов, у кого есть либо полная подготовка, базовый курс хотя бы пройденный в ассоциации, либо хотя бы, если вы сейчас находитесь на базовом курсе и пройдете три семинара. В общем, нам важно, чтобы вы понимали, что такое концептуализация, реструктуризация и что такое когнитивная модель. Вот у нас не будет времени на то, чтобы разбирать это в формате двухдневного семинара. Если вы не будете это знать, то вы можете не поймать часть того, что будет важен. Но наши люди пассионарны, поэтому влюбленным в когнитивную терапию, в когнитивно-поведенческий подход и направление, конечно, возможности найдутся, но хотя бы текущее издание на русском языке, перевод, который сделала ассоциация, голубенькая книжка, или, если вы владеете английским, то третье издание, которое мы переводим и выпустим во второй половине года. Вот такой проходной билет, скажем так, контрамарка, но придется освоить ее всю. Поэтому тут сложно будет вам как раз увидеть специфику когнитивно-поведенческого коучинга и понять отличие, поскольку инструментарий, он будет базироваться все-таки на когнитивной модели, которую мы будем лишь дальше распаковывать, но какой-то базис необходимо получить. Так, спасибо. Тогда как мы поступим дальше? Вы как-то еще попробуете отобрать некоторые вопросы или мне попытаться освоить вот это вот все, то, что написано в чате? Если сейчас у вас есть силы, желания и такая интенция, то можно пробежаться по диагонали по написанным вопросам, может быть, что-то успеем вместе прокомментировать. Но я думаю, что за эти час и 10 минут основная суть все-таки донесена. Нельзя объять необъятное. Попытка все сразу узнать обо всем за эту короткую встречу это часть такой невротической интенции, поэтому будем работать над собой. И мы не будем пытаться дать все. И вам предлагаем не рвать нейросеть в связи с невыполнимой миссией. Сейчас все сразу освоить понятие и даже, может быть, чуть-чуть сегодня вечером попрактиковать. Поэтому мы приглашаем вас все-таки к ступенчатому развитию, пошаговой стратегии. И ближайшая такая точка входа в систему это семинар вводный, который Алексей проведет. И он уже упомянул, в каких числах, буквально на днях, чтобы не откладывать долгий ящик. И каким образом можно записаться туда. Любой звонок любому администратору нашей ассоциации. А надо сказать, что они, конечно, грустят, когда вы им не звоните. И с надеждой и трепетом ждут этого звонка. У них возникает такой рабочий зуд. Если телефон молчит и почта не забита вашими письмами. И много грусти, много тревоги. Поэтому тут вы еще можете быть гуманистически настроенными специалистами, поддерживающими оказаться. Просто позвоните или просто напишите. Эти люди мечтают рассказать вам подробнее о том, когда, как и что. Я вот, может быть, на пару вопросов отвечу. Вот я тут некоторые вижу, которые могут быть, наверное, полезными. Для того, чтобы озвучить их. Я вижу еще коллеги здесь. Вопрос от Ирины Сиагиной. Сможете ли вы участвовать в семинаре, который будет по следам этой лекции, если вы хотите быть коучем. Но вам интересна основа для него на базе КПТ. Так, коллеги, у кого-то... Ага, вот все. Основы для него на базе КПТ, они непосредственно именно развитие в качестве психотерапевта на базе КПТ с элементами коучинга. Смотрите, здесь какая общая идеология у нас о том, что коучинговая работа, еще раз повторюсь, это работа, которая проводится с людьми, которые находятся в неком условно здоровом состоянии, но при этом мы никогда не знаем, кто перед нами. И развитие профессиональное в коучинге все равно подразумевает развитие и в психотерапии хотя бы базово. Это, например, ровно то, что делаю я. Я осваиваю психотерапию, хотя не занимаюсь психотерапевтической практикой, потому что если мы не делаем этого, то мы менее эффективны, чем когда мы это делаем. И когнитивно-поведенческий подход с точки зрения того, как мы будем готовить коучи в будущем, я, наверное, такую пока дам затравку или как спойлер, я не думаю, что мы будем делать долгосрочные программы для тех, у кого нет никакой психотерапевтической подготовки. И, скорее всего, мы будем впускать, условно так это назовем, в программы обучения когнитивно-поведенческому коучингу только после прохождения базового курса или целиком, или наполовину по когнитивно-поведенческой терапии. Традиционную или сейчас? Либо в студии БЭКа 4-кор, там есть таких ядерных или ключевых семинаров. Конечно, если вы их пройдете, то это такой же аналогичный вариант подготовки, и можно будет включиться также как часть, какие-то ключевые семинары базового курса. Но в идеале все-таки завершенный базовый курс. Почему? Потому что супервизия индивидуальная и групповая, она создает такой эффект инициации, когда файлы сходятся и холистически уже целостно воспринимается подход, потому что нужен практический опыт и обратная связь по этому практическому опыту. Поэтому мы вас призываем не в плане такого просто вовлечения в работу ассоциации, а в плане собственного развития для того, чтобы базис уже получал такую надстройку в виде КПК. Здесь еще почему я говорю об этом? Потому что, как ни удивительно, но коучам тоже требуется навык работы в режиме, ориентированном на дисфункцию. Мы должны уметь это делать, хотя бы для диагностики. И если мы этого делать не умеем, или умеем это делать плохо, или у нас нет чувствования на эту тему, то мы становимся менее эффективными. А этот режим мы как раз хорошо осваиваем в обучении традиционной когнитивной поведенческой терапии. Поэтому, в общем, ответ такой, что мы, естественно, не будем прям ставить жесткие препоны, но мы будем стимулировать вас всячески или мотивировать, или уж использовать любые модальности, которые вам больше нравятся, для того, чтобы вы учились и тому, и тому. Потому что это действительно важно для профессионального развития. По вопросу особенностей коучингового подхода в работе с профессиональным выгоранием, сейчас в двух словах вообще не отвечу никак, потому что это предмет для отдельной, мне кажется, часовой беседы. И это действительно востребовано сегодня в бизнес-среде. И, наверное, здесь на что хочется обратить внимание, что здесь как раз крайне важен психотерапевтический, если не опыт, то хотя бы обучение базовое, а лучше опыт. Потому что с профессиональным выгоранием условно, так скажем, одной степени можно работать чисто коучинговыми методами и чисто в режиме ориентированного на позитивные изменения. Но в некоторых случаях с профессиональным выгоранием невозможно работать, не переходя в консультативную или даже в психотерапевтическую модель. А в некоторых случаях человеку может требоваться помощь психиатра и фармакология. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что мы можем с одним и тем же симптомокомплексом работать разными методами. Это совершенно не так. Мы используем одну когнитивно-поведенческую модель, но тем не менее в зависимости от симптоматики, от выраженности состояния мы либо применяем тот инструментарий, которым владеем, либо мы должны уметь осознавать, что наших навыков недостаточно для работы с этим клиентом и переправлять этого клиента к соответствующему специалисту, к консультанту, терапевту или психиатру. И мы должны уметь это делать. Это очень важно. Так, приведите, пожалуйста, практический пример отличия подхода коучинга от классической когнитивно-поведенческой терапии в работе. Вот сегодняшний пример с моей открытой сессии в Клабхаусе. Сейчас я подумаю, не нарушили конфиденциальность. Так, давайте другой пример. Может быть, мы все-таки клинические кейсы или коучинговые кейсы все-таки перенесем на семинар, наверное. Профессиональную плоскость. Да, я думаю, что так, потому что вы реально увидите эту разницу. Она действительно ощутимая. Она действительно большая, потому что просто кратко, может быть, не про конкретный кейс, но что в КПТ, в традиционном, мы реально начинаем уходить в исследование негативных убеждений и дезадаптивных, дисфункциональных. И у нас просто глаз на это заточен. А в коучинге мы, наоборот, уходим в позитивные изменения и в опору на позитивные убеждения о себе и на простраивание планов в будущее. И у нас на это глаз заточен. И это совершенно по-разному выглядит и в диалоге, и в внутреннем отношении специалиста к тому, что происходит. Так, сколько семинаров всего предполагает данная программа? Если речь идет про курс, именно я вам пока сейчас этого открыть не могу, потому что мы его достраиваем. У нас сейчас происходит некое переструктурирование с точки зрения формата, но это будет на много месяцев. История. Повторение семинара, который 27-28, подумаем, посмотрим, посмотрим, какой будет, сколько людей не дойдет, кто не смог в эти даты. Пожалуйста, если вы хотите попасть на семинар, но не попадаете именно в эти даты, обязательно напишите об этом нашим помощникам и помощницам в ассоциации. Пожалуйста, обязательно сообщите об этом. Будут ли техники, которые можно будет применять после прохождения на этом семинаре, и будет ли происходить практическая отработка? Абсолютно да. Половину времени мы будем заниматься практикой. То есть у нас из двух дней вот суммарно один день, это мы будем работать в тройках. Как будет происходить? Вот ровно в работе в тройках, так же, как на большинстве семинаров ассоциации, коуч, актор и наблюдатель или супервизор, как хотите называйте, будете работать практически. Соответственно, по требованиям к участию в семинаре мы сказали. Так, с книгами о лайфкоучинге сложно, давайте в чат надо подумать, хороших мало. И на английском языке, кстати, тоже вот Денис Марушкин, пожалуйста, если вы хотите книги о лайфкоучинге, напишите, пожалуйста, в телеграм-чат, подходят ли вам английские источники. Так, вот тоже Евгений Шевченко пишет, что не получится попасть. Евгений, пожалуйста, скажите об этом нашим администраторам, для того, чтобы мы смотрели, какой есть спрос, который ими смог быть удовлетворен из-за дат. Отличие индивидуального коучинга от группового. Да, спасибо за вопрос. Это совершенно разные модальности. Отличие примерно такое же, как между терапевтической работой индивидуальной и групповой. Ну, то есть, что такое терапевтическая группа и что такое терапевтическая индивидуальная работа. Вот, если вы там представляете себе отличие, то в коучинге вам то же самое. Групповой коучинг, соответственно, строится тоже по определенным моделям, по определенным принципам. Процесс структурируется определенным образом, который отличается от процесса индивидуальной работы. Соответственно, да, важно сказать, что на этом двухдневном семинаре, конечно, мы о групповом коучинге не успеем поговорить, сто процентов, но будем обязательно говорить о нем в нашей большой программе. Так, не смогу быть на семинаре, записи не будет, да, поэтому Юрий Евдокимов, вам тоже повторюсь, пожалуйста, напишите об этом администраторам, что вы хотели бы. Алия, то же самое. Так, Виолетта, будут техники и практики? Да, будут техники и практика, но и теория тоже будет, я сразу предупреждаю. Нам очень надо будет поговорить о том, что мы будем практиковать. Соответственно, запись этого вебинара будет ли опубликована, вот этого я не знаю. Возможно, знает кто-то из организаторов и подскажет нам. Программа курса Екатерина будет опубликована чуть позже, полного. Я думаю, что мы до конца февраля ее опубликуем. Должны мы это сделать. Еще раз повторюсь, мы планировали сначала такую структуру из двухдневных семинаров. Сейчас мы пересматриваем этот вопрос по обратной связи, полученной от ваших коллег, психологов и психотерапевтов. Мы провели небольшой ресерч. В общем, опубликуем до конца февраля. Я думаю, что плавно надо подходить к прощанию. Это, конечно, драматический момент, но надо его как-то пережить. Очень тяжело, Дмитрий Иванович. Я предлагаю просто не прощаться, сказать до свидания и ждать этого свидания с нетерпением 27-28 числа. Отлично. Да, коллеги, друзья, пожалуйста, ваши вопросы. Я вижу, что ваш запал и заряд и интерес все еще остаются. Пожалуйста, пишите в Telegram и общайтесь там друг с другом по поводу коучинга, интереса к коучингу. Задавайте вопросы нам. Мы с удовольствием будем с вами на связи. Относительно записи обращайтесь к администраторам. Относительно желания попасть в другие даты на повтор семинара пожалуйста, тоже обращайтесь. В общем, по поводу записи я думаю, что вы узнаете из какого-нибудь письма, которое, надеюсь, разошло. Мы сделаем объявление и в рассылке, и на страницах Ассоциации в социальных сетях, и на сайте, и, скорее всего, на канале Ассоциации когнитивно-проведической психотерапии в YouTube. Эта запись будет выложена так же, как и десятки других записей. Поэтому предлагаем и приглашаем, конечно, ознакомиться с ними, включая и записи с Артуром Фриманом и другие. Поэтому мы все-таки не прощаемся, говорим до свидания и предлагаем сделать следующие шаги в этом направлении развития когнитивно-поведенческого коучинга в России, в постсоветском пространстве и во всем мире, поскольку мы очень рассчитываем на продолжение сотрудничества с мировыми организациями и лидерами в этом направлении. Спасибо большое за ваше время, активность, участие. Спасибо большое Алексею и до новых встреч. До свидания. Спасибо за поддержку. И да, кстати, тоже на прощание на последний вопрос отвечу. А где ссылка на телеграм-канал? Сейчас мы закроем эту комнату, но вам в письме она тоже придет. Пожалуйста, коллеги, не теряйтесь. Спасибо, всего доброго, отличного вечера. Всего доброго всем. Спасибо.